Из окружной столицы в Газовую. 10 апреля из Салихарда стартовал снегоходный пробег, посвященный 85-летию Ямала-Ненецко-Автономного округа, 40-летию города Новый Уренгой и 70-летию Великой Победы. Его организаторами стали дочерние общества «Газпромдобыча Ямбург» и «Газпромдобыча Уренгой». В торжественном митинге, который состоялся возле стелы «Полярный круг», принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Кобылкин. О покорителях заснеженной тундры и людях, которым незнакомо чувство страха, в репортаже Павла Прожогина. Перед торжественным стартом дополнительная проверка снегоходов. Заранее все предусмотреть невозможно. Северная погода в очередной раз показала свой капризный характер. Утром в день отъезда поднялся сильный ветер с мокрым снегом. Весна наступила чуть пораньше. Оттепель. Соответственно, мы ждем на Иопской губе и на всех перетоках вскрытия воды. Но тот опыт, который у всех есть, он позволит пройти все вот эти трудности, с которыми мы сегодня столкнемся, дойти до финиша целыми невредимыми. Готовились очень серьезно. Я думаю, никакая непогода нам не повредит. Ответственность в любом случае на нас, Сергея Владимировича. Я думаю, все обойдется, будет хорошо. По-другому и быть не может, когда в путь отправляется сплоченная команда единомышленников. В числе 33 участников, руководители добывающих предприятий, представители муниципальной власти, спортсмены. Всех объединяет общий порыв пройти дорогой первопроходцев, тех, кто заложил основу процветания Ямала. И, конечно, встретиться с людьми, живущими в отдаленных поселках. Были в маленьких, забытых Богом деревушках, где живет 128-280 человек. Мы везде приходили к местам, так сказать, памяти о Великой Отечественной войне. Во всех деревеньках они есть. Туда приходили люди, с удовольствием все это делали, вспоминали, говорили добрые слова, возлагали, образно говоря, цветы, вымпел памятный. Все-таки это для жизни людей это необходимо. Перед тем, как отправиться в путь по заснеженной тундре, участников напутствует исполняющие обязанности главы региона. Дмитрий Кобылкин сетует, если бы не дела Государевы, с удовольствием бы сменил на пару дней теплый кабинет на снегоходную экипировку. Плотный график работы оставляет место только на пеший переход через полярный круг. Я очень хочу, чтобы этот пробег прошел хорошо, без происшествий. Я думаю, что погода добавила немного экстрима, но с вашим характером, с вашей волей победы, я думаю, что у вас все получится. Перед стартом общие фото со знаменем, которое изготовили новорингойские школьники. Символ победы пройдет весь путь, и потом его передадут в музей воинской славы. За время пути участники должны преодолеть почти 700 километров промежуточной остановки в Оксарке, Салимале и Кутоп-Югане, ночевка в селе Ныда. Первый этап маршрута полностью проложен по Аби. Когда снегоходчики замещают вертолет со съемочной группой, делают непродолжительный привал. На то, чтобы добраться до нового Уренгоя, у экстремалов уходит чуть больше суток. К вечеру субботы снегоходы торжественно въезжают на площадь памяти. Весьма непростая трасса пройдена. Это пример мужества, определенной выносности и отваги, и того, как необходимо относиться к памяти тому, что было сделано нашими дедами, прадедами и отцами. Усталые, но довольные участники пробега возложили цветы к вечному огню. В память о тех, кто подарил нам мирное небо и заложил основу процветания Ямала. Павел Прожогин, Давид Давидашвили, Антон Гристианский, Служба новостей, Импульс.